эхей всем дорогие зрители меня зовут павел и я приветствую вас на моем канале нью-йорк 133 и так у нас сегодня новый очередной гайд на бб у нас сегодня в главной роли объект 777 777 и короче объект 3 топора или же просто объект 777 вариант 2 это советский акционный тяжелый танк 9 уровня который можно приобрести в за жетоны боевого пропуска его можно приобрести это один из первых танков которые можно было получить за боевой пропуск он стоит 9 жетонов получается он в магазине там где нас расположены товары за жетоны да вот он здесь расположены фаза была первая птс ау к 91 pt и этот этот объект 77 вариант 2 и мы сегодня с ним в рамках моих гайдов на бб разберемся этот танк какое оборудование на него ставить какие перки экипажа как правильно прокачать полевую модернизацию и сыграем с вами так как у нас гайда на бб мы сыграем с вами два боя исключительно на ббшках да и ко всему прочему у нас обычное оборудование стоит во всех моих гайдах на бб мы используем исключительно обычное оборудование ней трофейные небоновое оборудование только то что может купить обычный игрок который не донатит которые не сильно много играет и естественно на башках потому что ну как бы на галде каждый смотрит сможет и ты попробуй на б.б. вот так вот значит давайте сначала разберем особенности этого танка почему этот танк какой-то интересный что тут вообще это такая за фигня да значит помимо всего прочего то что на танк зарабатывает больше боевого опыта больше опыта экипажа на него можно пересадить бесплатный экипаж без штрафа до с другого танка подобные ветки не ветки ну тяжелый танк да там со 4 может пересадить сюда например со 4 с объекта 260 можно пересадить там с 277 уже сюда пересадить экипаж того же типа техники да и у него вшитый бесплатный большой ремкомплект то есть вы не платите за реком ну и прошу прощения за ремкомплект он у вас голдовый ну и я использую допп наш все-таки допп дает достаточно сильный boost и обычная аптечка обычная аптечка уже давно пришел к тому что на большинстве танков голдовая аптечка нафиг не нужна экипаж не так часто критуются обычная аптечка вполне себе справляется ну и давайте короче начнем с оборудования на какое оборудование его поставить стандартно для тяжелого танка даже не буду вам предлагать два варианта оборудования пошли здесь единственный вариант оборудования есть он единственный правильный это закалка в слот это досылатель в слот и это стабилизатора да можно их Поменять местами досылатель со стабилизатором поменять можно, в принципе, потому что у танка достаточно стратая стабилизация и плюс еще долгое время сведение, поэтому без стабилизатора я вообще бы вам не рекомендовал это играть, потому что вы будете сводиться просто годы. Годы вы будете сводиться, пока вы сможете нормально выстрелить. Второй вариант оборудования. Можно вместо закалки поставить оптику, потому что у танка очень, ну как бы я так сказал бы, да, стратая базовое значение обзора это 380 метров и танк слепой. Даже вот с полевой модернизацией, с перками, со всеми, с боевым братством, с доп. пайком у меня 441 метра, это, ну это мало, это маловато. Это, конечно, понятно, 420, да, но и не 450, хотелось бы, конечно, больше, да? Да. Вот, отправляемся в полевую модернизацию, здесь у танка получается значительный буст, да, он приобретает достаточно много дополнительных хороших характеристик и начнем с первой полевой модернизации. Плюс 7 к сохранению набранной скорости во время пересечения всех типов местности. Дальше у нас плюс 5% к скорости сведения, чтобы он сводился немножко быстрее, этим мы самым, да, запираем сколько? Этим мы забираем 0,14 секунды к скорости в средине. Ну, вроде бы не так уж и много, но дальше будет, объясню, почему именно здесь я выбираю, да? Тут мы выбираем именно плюс 3 к обзору, потому что я уже сказал, обзор этого данного танка в стратой, да? И вот здесь вот четвертая парная полевая модернизация, плюс 4 км в час к максимальной скорости вперед, но при этом мы теряем минус 5 в скорости сведения, да? Помните, здесь мы взяли плюс, здесь мы получили минус, то на то и выходит, но плюс 4 км в час это достаточно, это типа фактически, как бы поставили еще турбину, да? Четвертым оборудованием поставили в турниру, да, можно, конечно, поставить турбину, вот, но тогда вместо чего? Место досылателя, закалки или стабилизатора я бы не рекомендовал бы от этого всего отказываться, потому что, ну, стабилизация, еще раз повторюсь, у этого танка отвратительная. И бонусный слот берем в огневую мощь, понятное дело, вдруг вы захотите с турбиной катать, конечно, можете взять мобильность, но я еще раз говорю, я бы вам не рекомендовал выбирать огневую мощь, ставите либо досиратель обычный, либо ставите стабилизатор, если вы, конечно, богаты на трофейный, вы можете поставить какой-нибудь трофейный, ну, и так далее, что у меня, короче, поняли. Перки экипажа сейчас на ваших экранах, здесь стандартные перки, 4 обезьянки у нас, я же говорю, еще можно пересадить с ИСА-4, с любого танка, советского, тяжелого, у которого есть 4 обезьяны, вы садите этот экипаж без штрафа, без переобучения и сразу же в бой. Окей, да, так, что у нас дальше, дальше у нас разбор бронирования этого танка, я вам объясню, чем этот танк танкует, танкует ли он вообще чем-то, так это же танк тяжелый, это танк прорыва, это танк первой линии, значит, он должен хорошо танковать, с этим делом он вполне себе справляется, неплохо, неплохо, но есть нюансы, которые мы сейчас с вами и рассмотрим поподробнее. Итак, вот он наш танк, с его моделью бронирования, будем разбирать на визуальной модели, чтобы было более понятно и наглядно. В противниках у нас стоит фаза, здесь и 58 пробития на ББХ и 340 кумулятивов, ну, как бы, достаточно неплохое пробитие и посмотрим, как этот танк будет справляться с фазой. Итак, чем танковать? Самое основное, чем танковать этот танком, это классически закрываем НЛД, которая здесь очень слабая, здесь 150 мм под отвратительным углом, то есть пробивается что НЛД, что область стыка, ну, просто вот прям вот так вот кулаком пробивается, ну, фаза спокойно пробивает. Понятное дело, что 230 мм в лобовой так вот стык, да, тут 203 мм, да, ББшки, например, каких-нибудь семерок и некоторых восьмерок с плохим бронепробитием, типа Т-44, не возьмут, да, даже и СУ-6 это будет уже проблематично, потому что ИСА-6 это 196 мм пробития, да, вот так вот мы довернем, уже 215, уже угол растет, бронирование растет, поэтому даже некоторых восьмерок он будет так танковать, но против девяток и десяток, ну, конечно, НЛД в страте. В ЛД здесь никаких вопросов, здесь дичайший угол наклона, 110 номинала, просто вот так вот вводим, да, и понимаем, здесь немножко ослабленная зонка присутствует, это начало, так сказать, люка мехвода и того места, где сидит мехвод, собственно говоря, то есть даже если мы поставим кумулятивы, да, что нам показывает, кумулятивы не имея нормализации, здесь просто, ну, дичайшие углы, да, вот тут вот мы можем его в теории пробивать, но опять-таки туда надо попасть, а попробуйте вы туда попасть. Дальше переходим к борту, борта здесь номинально 115 мм плюс 20 мм гусеницы, при танковании бортом нам дает это просто запредельные цифры брони, да, то есть танк этот отлично танкует бортами, просто вот встали и спокойно себе вы танковываем бортами, главное, вот сюда его могут пробивать, да, вот как бы в таком положении в более выгодном становится вот этот вот подбашенный цилиндр, да, если в лобовой проекции его не пробить, этот подбашенный цилиндр, то если мы поставим танк вот так вот, то в теории кумулятивами, да, его сюда могут пробивать, да, но опять-таки его надо попасть туда, выцелить, потому что видите, здесь у нас такой вот ящик с патронами, который частично скрывают, да, визуально, плюс это вот бревно, которое частично тоже визуально скрывает, с этой стороны тоже у нас ящики с патронами, и они визуально скрывают, да, то есть на коллижен модели этих, понятно, ящиков нету, да, вот, но опять-таки, боюсь, мы видим вот танк в таком вот положении, да, и увидеть это надо просто знать, что, да, можно этот танк пробивать, те, кто знают, те будут туда шмалять, те, кто не знают, ну, просто как бы борт вот поставил, все, он танкует, фиг туда пробьешь. Ладно, не перекручивать, потому что если вы перекручиваете борт, ого, а, это ж правильно, это ж кумулятив у меня стоит, ну, как бы, ну, как бы, даже если вот так вот, да, ну, 215 миллиметров, ой, 115 миллиметров дают просто, ну, офигенное, офигенное значение брони этого танка, именно через борта, ботами он танкует просто офигенно, плюс в придаче, он очень низенький танк, и частенько, если вы стреляете ему в борт, частенько, если снаряд чуть-чуть ниже упал, все, вы его не пробили, то есть область поражения, ну, там, так вот, далеке, так вот, едет, где-то вот, на таком расстоянии, ну, блин, ну, камон, вот сюда снаряд упал, все, не пробили, ну, в бою мы посмотрим, как он выглядит, да, он очень низкий, там, прям, реально очень низкий танк. Ладно, переходим именно к башне у нас. Башка, типичная советская башка, да, летая, имеет кучу брони в разных местах, и в некоторых местах этой брони, собственно говоря, и не имеет. Итак, лоб башни возле орудия легко пробивается кумулятивами, ну, в принципе, у многих совков лоб башни возле орудия пробивается достаточно легко кумулятивами. Здесь у нас всего лишь 10,8 миллиметров, даже ББ-шка в теории можно пробить, но если вылетит высокое бронепробитие, кумулятив с этим делом справляется на ура, но если мы уже начинаем немножко отдаляться от башни, здесь уже начинает расти бронирование, вот до таких вот значений, то есть область поражения именно кумулятивом, там, с высоким бронепробитием, или ПТ-шки на ББ высокая, да, могут куда-нибудь вот сюда шмальнуть, возле орудия, самое главное попасть в самую точку, вот, максимально прямым углом, да. Дальше, по маске, маска танкует, да, но есть ослабленная зона, вот такой вот пятачок, вот такой вот поясок, вот где-то его нащупать, где-то найти, вот, вот, вот он присутствует, куда его можно пробить, но на самом деле туда, ну, попробуй туда попасть, понятное дело, что у вас 500 метров на полном ходу какого-нибудь колебана туда может залететь, да, но это будет случайность, именно целенаправленно туда, ну, прям, это надо в упоре стоять, и в клинче, возможно, вы сможете туда его пробить. И по лючкам, лючки у нас маленькие, они реально маленькие, они плоско, их практически не видно, да, ободок вот тут, и вот часть совсем небольшая, да, то есть вот уже броня выше пошла, да, вот, ну, вот так вот, да, ну, вот, вот область поражения, а, так это же против кумулятива, да, а против ВВХ, а, ну, так против ВВХ все в порядке, вот поясочек, такой, думаю, блин, чё, короче, а откуда столько брони взялось, а из кумулятив не переключил, вот, вот этот вот поясочек, небольшой, да, с одной стороны, и вот этот вот поясочек, башенки с другой стороны, пробивать вас туда будут, но не будут туда очень часто пробивать, потому что лючки, ну, на самом деле, небольшие, и если же против вас заряжают голду, то, понятное дело, вас будут пробивать в большую область, и здесь вас будут пробивать, и здесь вас будут пробивать, но, опять-таки, это кумулятива, и еще один момент, это крышка башни, которая здесь есть, да, вот она присутствует, вот, видите, она под наклоном, она у нас 50 мм, да, кумулятив ее пробивает, потому что кумулятив, он имеет совершенно другой угол рикошета, если танк чуть-чуть наклонен, то вы его пробиваете в крышку башни, ну, и в ЛД, в принципе, вы можете пробить, но если танк стоит так вот ровно перед вами, да, кумулятив тоже его пробивает, где-то там он с самой верхней точки, но, опять-таки, если поставятся ББшки, то ББшки рикошетят, да, здесь 50 мм, правило трех калибров 150 мм, то есть все, что выше 150 мм, будут его пробивать, это какие-нибудь там и 268-е объекты, и Е3, и Е4, и ЕГА, и бабахи вас туда будут пробивать по правилу трех калибров, даже, наверное, Е100 с поляком, я не помню, какой у них калибр, ну, пойди, да, Е100 с поляком тоже вас будут туда пробивать по правилу трех калибров, вот, в целом, броня вот этого танка присутствует, а, ну, и вот это вот такая вот замануха, да, это экран, он не является физической моделью танк, то есть эта штука не получает урон, то есть если вы видите где-нибудь, три топора так вот отвернул башню, и торчит вот эта вот шишка, он не получает эту шишку урон, туда вы можете даже не стрелять, потому что она не является калибровой моделью, физической моделью танка. Так, все разобрали, вроде бы, танк танкует, броня у этого танка есть, ВЛД крепкий, НЛД, как обычно, что-нибудь, да, танкует седьмых, восьмых ловлов, но в основном нет, башка танкует, играть в основном приходится вам от башки, именно, и от бортов, ну, классическое танкование, собственно говоря, да, ну, и теперь мы отправляемся в бой с вами, посмотрим, сыграем, вернее, не посмотрим, сыграем на нем два боя, вот, и дальше будем разбежать плюсы и минусы этого танка. Так, ну что, поехали, в бой. Значит, по танку, да, танк, ой, господи, Прохор, ооо, ну, прикольно, ну, по центре поиграй. Значит, панк на самом деле неплохой, я не скажу, что он хороший, я не скажу, что он там башки, он там какой-то офигительный, он неплохой, да, если взять во внимание, что его прокачивать не надо, вы просто его за 9 жетонов купили, и он у вас есть в Ангаве, по танку неплохой, да. Он низкий, вот, посмотрите, да, в сравнении с другими танками, он где-то на одном уровне с Прогой, да, 46-й, он ниже, чем, вот, ТНХ, ну, вот, посмотрите, да, то есть, ну, прям совсем он плоский-плоский, как вот шлепешка, вот тупо шмякнули, прессом придавили, и получился вот такой вот танк. Орудие здесь у нас стоит от ИСа-4, такое же самое орудие стоит на Т-10, здесь альфа 440, пробитие ББшками, кажется, 250 миллиметров, да, 258 миллиметров, тоже хорошее бронепробитие, кстати, 940 метров в секунду летят эти ББшки. И кумулятивы 340, 920 летят, 440 бронепробитие, фугасы пробивают 68 миллиметров, ну, как бы фугасы, да. Едет танк неплохо вперед, вот, смотрите, мы набираем скорость, достаточно неплохо он топит, плюс полевая модернизация, которая нам дала 4 километра в час, вот, он вот так вот неплохо едет. Опускается орудие на минус 6 градусов, это типичная совковая, то есть, тут, как бы, без каких-либо феноменальных качеств, просто минус 6, типичные, ну, хорошо, хоть не минус 5. И теперь минусы, да, давайте озвучим минусы, самый большой минус этого танка, это очень долгое АКД, вот, пожалуйста, это очень долгое АКД, для 440 Альфы, это прям, ну, долгое АКД, вот, это долгое, невыносимо долгое АКД, и, прям, вот, оно бесящее, это АКД, это АКД бесящее, 11 секунд, 440 Альфы, вроде бы, хочется стрелять чаще, стрелять больше, но перезаряжается орудие долгое, очень долгое, минус 6 УВН, это тоже минус, и, кстати, к минусам можно отнести, потому что танк низкий, некоторые нычки, например, некоторые отверстия в окнах, назовем их так, они для этого танка недоступны, потому что, ну, танк низкий реально, Вот, смотрите, у меня какие УВНы, я не могу выехать для того, чтобы шмальнуть в мойстик, на который там проезжает, и вот, КД, ой, сведение, да, ну, реально долгое сведение, ну, прям, реально долгое, то есть, он хорошо стреляет вблизи, вопросов к этому не имеем, он хорошо стреляет вблизи, но, как только разговор заходит по стрельбу на расстоянии, во-первых, отвратительная стабилизация, ну, не то, что отвратительная, Сносная со стабилизатором, да, но и долгое сведение, и все это приводит к тому, что вы долго сводитесь, ну, прям, очень долго, вы случитесь для того, чтобы выследить, мне надо выезжать, вот так вот долго сводиться, вот так вот долго стрелять, и в конечном итоге... Так, ладно, давайте вернемся немножко к бою, то что-то я разговорился, вот, не засвелся, снаряд полетел не туда, куда я хотел, танкует он неплохо, особенно бортами, вот, бывает такое, вот, прям, часто, едешь спокойно, тебе в борт стреляют, не пробивают, вот, и когда этот танк в противниках тоже, вот, едешь, пытаешься ему в борт стрелять, блин, да хрен, ты его пробьешь, когда в борт, так вот, с наскоком, там надо, выцелить, там куда-нибудь так попасть, чтобы она хорошо полетела, но на самом деле нет, надо, кстати, попробовать, отлично, отлично, минус 2 ЛТ, вот, ну и, пожалуйста, ну, куда что денешься от этих вот недочеловеков, которые вот такое делают, ну, зачем он стреляет мне, который уже раз, а? Вот, ну, сейчас у нашего ЛТ прям совсем, давайте скинем, короче, глушение, не могу я стоять, тем более светится у, светился УДАС, УДАС светился, да, если, например, брать какие-нибудь, вот этот вот Лорейн 50Т, который новый завезли, да, этот танк лучше, это факт, этот танк лучше, у него есть броня, но что у лорки там, кроме подвижности, ничего нет, этот танк лучше, как у меня, он неплохой, еще раз, 25 раз говорю, он неплохой, он незаслуженно обостренный всеми блогерами, незаслуженно, я него не расхваливаю, не буду, что это там прям супер танк, все, убедите, это еба, он проигрывает в фазе однозначно, он проигрывает в фазе, потому что у фазы есть и лучшая броня, и вены, да, как бы самый главный плюс фазы, это у вены, и орудия офигенные, и перезаряжается там вроде быстрее, и стабилизированные, ну, короче, прям все такое, вот, здесь же, ну, типичный совок, типичный совок со всеми его недостатками, и со всеми его плюсами, блин, он успел проехать, да, зараза, долго я сводился, опять-таки, в 25 раз объясняю, что он долго сводится, это там, интересно, я успею зарядиться? Да, успел зарядиться, задолбалась, честно говоря, от того отсюда бросать, ну, здесь мы выиграли, здесь у нас Прохоровка, но выиграли мы за счет того, что у нас ЛТ молодцы, да, а у них ЛТ не очень, у них было 3 ЛТ, и все эти 3 ЛТ умерли благополучно, вот, давайте попробуем, а, можем не пробовать, давайте, где-то наша Кобра, давайте ее же понаглею, вот так вот, вот, пожалуйста, в упор в землю, одна, зато меня Скорпион не пробил в борт, одна, зато в упор в землю попала, надо, на самом деле, агриться на него, можно и заагриться, и, вот, главное попасть, а Скорпиона кто-то будет убивать, или он там так и будет, вот, пожалуйста, танкуем, кстати, танкуем, танкуем, так, ну, это просто километровая КД, там еще где-то, кстати, Моськин катается, да, короче, спешить на этом танке нельзя, то есть при стрельбе на этом танке спешить абсолютно противопоказано, потому что, ну, поспешили, не досвелись, и все, и как бы пробитие не... ну, вот, пожалуйста, ну, артовод, который раз просто выбирает меня, вот, ну, светится, наверное, вся команда абсолютно светится, а может быть и нет, вот, но он выбирает меня, ну, ладно, это артовод ему, можно, можно стрелять по фокусу весь бой, а, у меня три отметки, наверное, он просто увидел три отметки на танке, и шмалять по КД, так, где-то он там вот был, вот, мы уже свели, самое главное сейчас успеть кликнуть, потому что у нас же, здесь желающих до пропад, я успел, 455, вылетел Альфа, неплохо, я тоже сказать, неплохо вылетел Альфа, 440, выше, выше среднего, выше, вот, пожалуйста, наставляли здесь мы немного, всего лишь 2600, но и бой такой был, конечно, быстренький, очень быстренький бой, ну, по крайней мере, мы потанковали, да, потанковали, потанковали гусеницами, да, нас не пробивали, кстати, неплохо, неплохо, почему, нет, давайте применим, почему, у нас как раз вот, о, молодой человек еще один перк получил, 2600 урона нанесли, топ-2 по урону, что мы потанковали, а потанковали мы, стоп же, 240, много, потанковали, ладненько, поехали во второй бой, пока неплохо, неплохо, понятно дело, что на кумулятивах танках играет намного лучше, потому что там не надо задумываться с выцеливанием, куда стрелять, там, и выбрал более-менее ослабленную точку, куда шмальну, вот, понятно дело, что эффективность на нем будет гораздо выше, да, на кумулятивах, потому что 340, это вполне себе такое хорошее бронепробитие, вот, но, опять-таки, гайд же на ББ, мы играем исключительно на ББ, почему, а для того, чтобы не уподобляться большинству, да, когда записывают гайды исключительно на голде, а потом говорят, что танк офигенный, да, а человек покупает танк, начинает на нем играть на ББ, потому что у него нету возможности играть на голды, а танк оказывается, ну, вот такое вот себе, да, вот такое себе, хотя бы вот прокачиваем ветку Е100, да, вот на другом аккаунте, на втором аккаунте без доната абсолютно прокачиваем, исключительно играем там, вообще на ББшках, и там достаточно неплохо получается играть, и неплохие результаты показываются, понятное дело, где-то в некоторых местах, моментах не хватает, да, пробития голду, но терпимо, терпимо, можно играть, вот, и тут будем играть. Набрали мы 44-45 км в час, едет он прямо, вот, мое уважение, к этому придолбаться нет, так, знаете, вот, чем он не отоминает, это типа Т-10, только немножко с больше бронёй, потому что Т-10 там брони, как бы, в корпусе вообще нету, да, вот, а здесь броня в корпусе присутствует, и танковать бортами он может более адекватно, чем какой-нибудь Т-10, потому что там, при танковании бортом, когда начинается танкование бортом, тебя просто в щучий нос выстёгивает, и всё, и ты такой, а что, а где моя броня, а брони нету, да, поджали сюда два молодых человека, СТБ и Концепт, да, сейчас этот ещё меня толкнёт, да, ну да, он хотел это сделать, ну вот не пробил, хотя попал в НЛ, да, и вот мой союзник тоже не пробил, хотя тоже мой стреллер, а вот наш одноклассник, ну нормально, 384 я стрельнул, а он мне на 469, в принципе, нормально, в принципе, я считаю это справедливо, справедливый размер, нас сейчас здесь, по-моему, убьют, потому что у нас здесь в команде, это никого особо нету, у нас вся команда куда-то поехала непонятно куда, а, непонятно, они сюда поехали, но это фланг, это же фланг же важнее, как всегда, к чему это реально, так, вот у нас, смотрите, есть фошек, да, вот мы так аккуратненько выезжаем на первой скорости, заряжаем, стреляем, попадаем, попали, хорошо, мы попали, мы молодцы, так, ну туда недолго будут вределки играть, очевидно, давайте ещё раз на первой скорости выкатимся против фошек, фошек, фошек у нас уехал, я не спил, да, долго выезжал, что на 185, 185 там чем-то занят, ой, 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 ну всё, мы, по-моему, поиграли сейчас, если у нас сейчас не начнут активно стрелять по, а мы поиграли, так факт, вот, танкуем, пожалуйста, Е100, но он меня сейчас в воду затолкает, и всё, я как бы наигрался здесь, да, ну да, я наигрался, он меня в воду просто заталкивает в воду, и всё, пожалуйста, ну что ты будешь делать, так, ну я им ещё одну дам, да, у нас на южнички, молодцы, поехали на первую-вторую линию, что я могу сказать, поиграли, у нас команда молодцы, а, у нас, я понял, где у нас вся команда, у нас команда, у нас команда стоит, у нас команда здесь стоит, у нас стартует сюда, у нас Е100, всё, понятно, всё, союзники, молодцы, хорошие, союзники, давайте мы сейчас это всё быстренько моментом ускорим, я это буду сейчас смотреть, ждать пока это всё не потребуется закончится, а вы смотрите на ускоренный перемоток, вот, и потом вернёмся, подведём итоги по этому танку. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот у нас бои происходят, да, одна турбопобеда, вторая у нас турбопоражение, мне просто интересно посмотреть, да, мне просто интересно посмотреть, он 8 лет в танке, 8 лет в танк, у него камуфляжик такой вот, ясненько, так, а второй у нас экземплярчик, он, ага, ну, ладно, ну, возможно, не пошло. Сотка, на самом деле, не сделала бой, потому что сотка не засала, сотка поехала вперёд, вот, и сотка просто продавила, просто продавила, вот, и мы 60ТП были брошены нашими союзниками, вот, типа, вот таким вот союзником на Тартозе, который стоял на кемпе на бронированной ПТ, сверх-ДПМной, которая должна была приехать в упоры, раз всех развалить, вот, и вот такой вот экземплярный E50, который должен был также, вот это про это я вообще молча не видел, где-то даже игрок был, кони, где они были все, ну, такой вот рандом, я не буду переигрывать в бои, потому что такие бои бывают у вас у каждого, в рандоме, это просто показатель того, какие бои бывают, и как этот танк чувствует себя в таких боях. Вина ли моя? В этом бою нет, абсолютно, я поехал на нужную позицию, на ключевую позицию, вина команды, которая, ну, просто где-то, ну, даже не команда, а некоторых индивидуумов в моей команде, у них команда была получше просто, потому что сотка в топе, будучи, с кучей хп, сотка поехала давить и была права. Вот так вот. Давайте кратенько подведем итоги по поводу 777, да, Гарри 3 топора, значит, из плюсов. Танк низкий, да, вот такой вот лоу райдер, он достаточно подвижный, как для тяжелого танка, у него есть броня, хороший ВЛД, который рикошетит, который вот прямо под таким вот дичайшим углом расположенный, хорошая бронированная башка, но которая принимает под прямым углом вот сюда кумулятивы, крышка 150 мм под правил трех калибров пробивается, да, ну, то есть 50 мм у него номинальная броня, по правил трех калибров ее сюда пробивает. Небольшие лючки, но ББш каменной пробиваются, голдой пробиваются еще легче. И хорошо бронированные борта, которые тоже хорошо, неплохо танкуют, и они без каких-либо приколов, без щучьих носов, ну, опять-таки, только если вас сюда будут выцеливать под вот этот вот подбашенный павлон в цилиндр, но его не видно, это надо знать, что он там находится. Из минусов теперь, да, танк, а, да, плюс это низкий танк, низкие габариты, да, то есть он, от него тяжело попасть на расстояние, вот. Из минусов, да, опять-таки, это его габариты низкие, не все укрытия, не все какие-нибудь окна доступны для него, потому что вы подъезжаете к окну, а танк низкий, вы просто нифига не можете сделать из этого окна. Дальше. Очень долгое сведение и очень долгая перезарядка для этого орудия. 11 секунд перезарядка для 440 альфы, это, ну, это очень долго, да, возьмите даже тот д-10, да, у него без экипажа и без доппайка перезарядка 10,6, на полсекунды быстрее, то есть сюда поставить экипаж, сюда поставить доппайок и здесь будет меньше десятки. Вот, хотя орудия то же самое. Да, время сведения, где он наш, это три топора, очень долго, он сводится, очень долго. И стабилизация, ну, со стабилизатором, ну, такая, ну, я бы не сказал бы, что она отвратительная, но она такая, вменяемая, вменяемая стабилизация. И что еще из минусов, что-то я хотел сказать из минусов, и вот мне пришло в голову, и я забыл. А, ну, УВН-6, ну, это типичная совковая УВН, и тут как бы грех жаловаться на УВН, это совок, минус 6, это для него это хорошо. Вот, из плюсов, да, бесконечная ремка, ну, так же самое, как у всех этих танков за боевой пропуск, бесконечная ремка, да, это плюс, то есть вы купили, там, наиграли на шестых, на седьмых, на восьмых левелах, наиграли себе жетоны в боевом пропуске, купили танк девятку и ездите на девятках, тем более, девятый левел сейчас самый такой интересный, самый сбалансированный, именно по уровню боев, по балансу, на нем на девятом левеле интересный игрок. Лично я вот сейчас играю, кайфую на девятых левелах, у меня сегодня, ну, как-то, я не знаю, когда вы посмотрите этот гайд, да, и когда он выйдет, а вот в планах дальше три отметки брать на хомяке, тоже отличный аппарат. Ну, ладно, у нас 7-7-7 сегодня, поэтому рекомендовать его к взятию только, если вы ценитель каких-нибудь танков, да, вы коллекционер, вы коллекционируете, вам нравятся такие вот цивковые танки, типа, там, Т-10, Т-257, там, вам нравится, там, ИСА-3, вот этого двустволки, которая, да, чисто для коллекции, чисто поиграть, чисто на нем пострелять, интересно, особенно, когда вы там попадаете с восьмерочками, потому что мы вот сейчас не сыграли, да, там, десятки, восьмерки, мы не сыграли с вами нормального боя, так вот, чтобы реализовать его. Да, на стримах там были интересные бои, но так-то, в общем, не получилось, вам что-нибудь интересное показать, а переснимать я не хочу, потому что, опять-таки, повторяюсь, такие бои у вас будут часто, искать какие-то два хороших боя, антисов, лишь бы чисто вам показать, я не хочу. Да, я буду предельно честен перед своими зрителями, перед своими подписчиками, вот, есть вот такое, вот, есть вот такое, есть хорошие бои, есть хорошие. Мог бы настрелять больше, конечно, зарядил бы голду, настрелял бы больше, но мы с вами придерживаемся правила использования чисто БПшек в гайдах, по крайней мере, на стримах, понятное дело, когда мы берем три отметки, нам нужна максимальная эффективность, поэтому мы заряжаем голду, но для гайдов я все-таки буду делать только исключительно на БП. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Да, покупать этот танк или не покупать? 9 жетонов, если у вас есть лишний 9 жетонов, и вы хотите на нем покупать, конечно, берите, господи, этот танк бесплатно, на халяву, вы ничего за него не платите, ни серу, ничего, жетоны, которые вы просто на карме, нафармили. Взяли, сели, покатали, поиграли, взяли мастера, там, настреляли, да и все, и хватит на это. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте максимальный репост этого видео, и, конечно же, жду ваших комментариев, как вам. Объект 777, 777, вариант 2. Все, берегите себя, не болейте, и увидимся с вами на ближайшем стриме. Все, пока, с вами был Павел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok